МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель, студии працуя Александра Гамоля. Глядите вы к этому выпуску. С повагой и подякой за мир. Сегодня, каля памятного знака Багратыён, прошел областный этап акции у славу огульной перемоги. Выкористать кожный погодливый день, сельские господарки в области нарушивают темпы сяубы. Не отповидая принципам журналистской этакии и карается законом, СМИ и интернет-выдания не мают права раскрывать особистую информацию, что тышится хворых на коронавирус. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня, каля памятного знака Багратыён, в Светлогорском районе прошел областный этап республиканской акции у славу огульной перемоги. Его кульминацией стала передача у крипту храма усих святых земли, привезенной из месяцев боевой славы из разных районов в области. Об умоцовании связи поколений – материал наших корреспондентов. Республиканская акция памяти проводится у рамках святкования 75-го дня перемоги у Великой Альчинной войне. Ее початком стали обвешаны у середине минулого года конкурсы музеев, научального установ и телемосты у рамках открытого диалога. Всюнешняя передача капсул с землей у храм-помник у гонор усих святых – это уже другой этап. Если не будет таких акций, то последующие поколения, они все дальше и дальше удаляясь, будут забывать о важности о тех, скажем так, главных героях, которые сделали это для нас. Они не будут понимать ценности мира, ценности жизни. У капсулах земля с местом братских похоронений и особных могил, часов Великой Альчинной. Подчас акции по зауваге не засталося ни одно похоронение. У капсулы Жлобинского района земля 60 мест, Светлогорского – 40, Рыческого – 110. Усяго на Гомершине каля тысячи похоронений у червон армейцев, партизан, подпольщиков и мирных жахаров. Догляд за имя – не просто обовязок, а моральный дох. Мы 6 мая будем в Гомершском районе после конструкции вводить еще один комплекс, который на сегодняшний день отремонтирован нашим компанией «Белтрансгаз Газпром». Поэтому сегодня все организации идут и наводят парадок, делают маленькие реконструкции, проводят соответствующие с этими мемориальными комплексами и памятники, и обелиски, которые построены. Самое главное, что и даже наша молодежь к этому активно принимает участие. В уголе у проекта некальки задач. А до мацавания сувязи поколений и выучения истории малой родимы, до мониторингу стану войсковых похоронений и популяризации туристичных маршрутов, связанных с военно-историчными падеями. И еще одна важная мета – разумение головных выникал той войны, звержение нацистских, российских и колониальных идеологий. Эта перемога была бы немогчимой без позвигу народов усих 15-ти союзных республик и их союзников. Сегодня необходимо сделать немогчимой манипуляцией в политических метах истории самой страшной войны 20-го года. И таким чином продухелить новые конфликты. То, что сегодня здесь было, это фантастично, это восхитительно. Это не просто сценировка, а это оживление, живое воплощение этих событий и передача капсул с землей, мест героических, которые мы здесь видели. Никого не может оставить, не то что равнодушным, она просто души трогает до слез. Распросовщики концепции акции у славу Огульной Пирамоги подкресливают. Мы увоходим у новую эпоху, у якой не будет живых удельников тыхпадей. Одиной святкой застанется земля с памятных месяцев войны. И она будет собранная для постоянной молитвы у одном месяце. Крыпция храма памятника у гонор усих святых. Як память про людей, дякуючи яким, удалось вырытавать Айчыну. Таким чином отрымается символично объеднать усих, кто змагался за перемогу в розных кропках Великой Айчынной. Крыпция храма памятника всегда Пасха. Потому что эти пылинки, их праха, свидетельствуют не только об их подвиге, но и о вечной жизни. Вечная память павшим. Вечная слава их подвигу. И пусть победа всегда остается за жизнью. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район. До темы мероприемства «Угонор великой перемоги» мы аж вернемся наприконцы этого выпуска. А зараз до инших новинов. Господарки Гомельской области нарушивают темпы сяубы Городнины, подадзенных на сегодняшнюю ранницу за осеянная тысяча гектаров. Это 55% до плана. Так, подыходясь до завершения посадка Цибули, засталося меньше за 10% запланованных площадь у Гомельскими и Житковицкими районах. А маль на полову засеянные поли морквой, горохом и бураками. У особных районах почали высаживать раннюю капусту. План по посадке Цибульбы выполнен на 60%. Все лето под эту культуру отведено больше 4 тысячи гектаров. Активными темпами идеи сяуба-кукурузы. Работы выполнены на 143 тысячи гектаров, что складывает больше за 40% до плана. 73 тысячи гектаров на сбожи и 70 на силос. Подадзенных на 29-го красовика шматгодовая трава подсеянная на 28 с половой тысячи гектаров. Это 64% от запланованных на год объемов. Параллельно аграры проводят другую подкормку азимых, сбоживых и азимых рапсу. Протягиваем выпуск. Спекуляция на теме коронавируса набывая новые формы. В погоне за сенсацией не все заховывают добросумленность. Особный интернет-выдании доводится до огульного ведома приватную информацию о обстаниях ворох на коронавирус и контактных особ. Ситуацию прокомментовал уголовный державный санитарный урач региона. Любое разглашение диагноза или оказание медицинской помощи, какой вид медицинской помощи оказывался в медицинском учреждении, это составляет врачебную тайну. И за нарушение врачебной тайны или разглашение ее грозит административная и или же уголовная ответственность. Просматривая зачастую определенные интернет-сайты, информация оказывается, мягко говоря, недостоверной или же можно прямо сказать, она ложная. То есть человек не имеет проблемы, в том числе с ковид, а расписывают все, как будто это так и есть. Поэтому я бы советовал, прежде чем составлять статьи или размещать информацию, ознакомиться со статьей 46 закона Республики Беларусь о здравоохранении. Населенство цикавит питание, коли экспресс-тесты на коронавирус будут в широком доступе. Медики тлумашат, спакуй, что это не метазгодно. Ситуация с вирусом контролюемая, але напруженная. Тому тесты робят строго по показаниях тем, кому это саправды не обходно. То, что касается исследования на коронавирус, лабораторного исследования, то я думаю, в будущем это будет возможно. Почему на сегодняшний день такой возможности нету? Кстати, и население задает вопрос, почему не исследуете платно или же лаборатории там определенные коммерческие не проводят такие исследования. Это связано лишь с тем, что на сегодняшний день действительно эпидситуация по COVID-19, она серьезная. И поэтому, в первую очередь, лабораторные исследования и тест-системы, они направляются для того, чтобы исследовать население по эпидемиологическим или же по другим показаниям, когда это, допустим, человек находится с пневмонией или же с заболеванием, похожим на COVID-19. Подаденных Министерством Аховы Здоровья на сегодня в Беларуси зарегистровано больше за 13 тысяч человек с остановшим тестом на COVID-19. Это около 8% от огульной колькости проведенных тестов. В такой нелегкий час, как сейчас, одразу сразумело, кто чего варты. Одни думают только об уластных интересах и потребах, максимум своей семьи. Иншие поспевают клопотиться и об тех, кому сегодня особливо тяжко. Об тех, кто в зоне рызаки и бодает целиком залежить от необъяковых людей. Волонтеры Гомельской областной организации Белорусского товариства «Червоного крыжа» как раз такие. Марина Джалая познайомилась с юнаками, которые замест компьютерных гуньев и зависания в гаджетах, каждый день допомагают чужим бабулям и дядулям. Два Максима и третья курсники медколледжа худко отправятся по размеркованне. Один в Могилевскую, другой в Минскую в область. Будут працавать зубными фельдшерами у поликлиниках. А всего два тыдни тому юнаки стали волонтерами «Червоного крыжа» и они разносят рецепты. Забирают их у поликлиниках и разводят одиноким бабулям и дядулям. У день на такую допомогу тратить прикладно по 2 годины. Цегатый час отримывается об истин 5-6 адресов. Люди такому клопоту вельми рады. Диме достановы и центры социальных обслуговывания не меньше. Занимаемся волонтерской деятельностью около 2 недель. Вдохновил наш куратор Лариса Николаевна. Просто попросила нас заняться этим делом. Потому что сейчас мы понимаем, что ситуация в нашей стране с пандемией коронавируса, что пожилым людям проще сидеть, ну не проще даже, а безопаснее сидеть дома, на самоизоляции, меньше посещать скопления, массовое скопление людей. И поэтому... В чем заключается вот эта работа? Расскажите, вы получаете какое-то задание? Да, нам звонит наш координатор. Мы получаем в поликлинике рецепты, запечатанные в конвертах, и развозим их по адресам. Мы звоним в домофон пациенту, он нам дверь открывает, мы кладем в почтовый ящик рецепт, и потом сообщаем ему, что рецепт доставлен, находится в почтовом ящике, и он оттуда его уже забирает. Сколько времени в день примерно требует вот эта работа? Ну, около двух часов, не больше. Ну, это все рядом находится. Мы центральным районом занимаемся там, и адреса находятся рядом. Ну, каждый день ходите? Каждый будний день? Да, каждый день. На керунгам волонтерской работы, которые возникли из-за пандемии, в регионе займаются свыше полутора сотня небояковых людей. И это не только молодь. Сталых доброохватников – не меньше. Они приносят леки и продукты неодушим одиноким людям, информуют о профилактиции расповсюдживания коронавирусной инфекции, выполняют любые доручения, которые не потребуют специальной квалификации, только душевной ширости. Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста в данный момент все силы направила на поддержку уязвимой категории граждан. Это пожилые граждане плюс 60 лет, которые в данный момент находятся на самоизоляции, так как не могут самостоятельно пойти за продуктами питания, за доставкой лекарственных препаратов, обеспечить их рецептами. Также это уязвимая категория это лица без определенного места жительства. Мы информируем их о профилактике коронавирусной инфекции. Гомельская областная организация Белорусского товариства «Червоного крижа» проводит онлайн-конференции по притягнению новых волонтеров и навучению их правилам доброохватной деятельности. Хорисным зараз может быть любый жадающий в возрасте от 18 до 50 лет. Марина Джала, Игорь Маришченко, телерадио «Компания Гомель». Завтра в Гомельском областном объединении профсоюза у пройдя «Промая линия» по пытаниях працовных законодавства о хове и оплате працы. На пытание же хоров региона откажут одразу некольки специалистов. Анатолий Лапуть, головный техничный инспектор працы, будет принимать звороты по номеру 32 90 89. Потелефоновать Катярыне Филипцовой, головному правовому инспектору працы, можно будет по номеру 32 90 85. Максим Серапков, загадчик отдела социального партнерства и працовных относинов, приме звороты по номеру 25 34 87. «Промая линия» працует с 10 до 12 годин. Добрые новины для мазырских велоаматоров. Все лета городская велоинфраструктура поширится. Мазыр – город невеликий, велосипед оптимальный, сродок перемещения. Однако быть велосипедистом у Мазыры непросто. И виноваты не только складаны узгоросты ландшафта, а и отсутность инфраструктуры. Там у генеральный план города были унесены змены. Зеленые зоны и велодорожки з'явятся на некоторых городских улицах уже в этом году. В данный момент выполняются работы по текущему ремонту участка дороги по улице Рыжкова. Там выполняются работы по устройству велодорожки с правой стороны, если двигаться в направлении улицы Мира. На всем протяжении улицы Ульяновская планируется выполнение велодорожки, а также будет выполняться велодорожка по улице Советская. В парковой зоне запланировано две велодорожки. Одна вдоль набережной, вторая вдоль проезжей части. За часом велодорожки будут ладкованы во всех новых микрорайонах города. С парамогой на родимую акцию под такой назвой запустил Ветковский музей старообразництва и белорусских традиций имя Федора Шклярова. Ее присвятили 75-годю парамогию Великой Айчиной войне. Умежа этого проекта же хары региона повиншуют ветеранов. Вероника Гамзюкова так само долучилась до акции. На запуск святочной акции организаторов натхнила картина с перамогой на родиму Михаила Андыка, якая находится у Ветковским музее. Маленок перенесли на паштовку и надруковали их до дня перамоги. Першопочатково тиражу сотню экземпляров плановали продавать у Ветковским музее старообразництва и белорусских традиций имя Федора Шклярова и его филиале у Гомеле, як маниатюрную репродукцию полотна. Але навученцы и педагоги колледжа имя Выгоцкого пропановали повиншовать ветеранов паштовками с теплыми словами «подзяки». Узять приклад будущих наставников выращили студенты Техничного университета имя Сухого и представники Белпошты. Будущие педагоги, учащиеся колледжа, сегодня в формате виртуальной экскурсии познакомились с интереснейшей картиной, которая стала прототипом почтовой открытки. Тот пример профессионального и жизненного пути, который демонстрируют педагоги области для будущих педагогов – это кладезь знаний и опыта. И очень отрадно, что к нашему проекту подключился и Гомельское отделение Белпочты, которое помогут вот эти тематические открытки в канун 75-летия доставить тем людям, которые свое время доставили в наши дома победу. Это полотно отлюстровывает вспоминные мастака и утримливает символы послевоенного життя, обгорелая дерево и разбуранную печь. Мастатство знавцы лечит, что хоть и за все сам автор предстоит на картине в образе хлопца, который сусракает своего отца, вернувшегося с войны. Этот эпизод подкресливает трагичность того часа и радость одной семьи. Это уже задумка, которая идет на самом деле дальше, потому что с начала такого локального микропроекта мы видим, что заинтересованность нам рожает дальше, и до сопротивления, кажется, как бы перемога крошила по краине. И мы с радостью смотрим не только на некий финансовый бок, хотя он мизерный бок, но это такой больше социальный проект, а мы смотрим заинтересованность и важность для людей, вот это кроку, с перемогой дорогимым, и для некоторых вот название картины, название поштовки стала названием целого проекта. Долучиться до акции может каждый. Для этого необходимо найти такую поштовку, подписать ее и принести на пошту. Протягнется акция до 9 мая. Вероника Гамзюкова, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Это и иншая новина, информация о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго доброго и до встречи в эфир. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Четыре уничтоженных нежилых и один поврежденный жилой дом таков итог выжигания сухой травы в деревне Багримовичи Петриковского района. Пожар произошел накануне днем на улице Набережной. Огонь один за одним охватывал рядом стоящие дома, владельцы которых сейчас устанавливаются. К приезду спасателей полыхала крыша дома, в котором проживала пенсионерка 1962 года рождения. Дом удалось потушить. К счастью, обошлось без пострадавших. Предварительная причина пожара, из-за которого могла сгореть вся деревня, выжигание сухой растительности неустановленным лицом. МЧС напоминает, что сжигать растительные мусоры разрешено только в безветренную погоду под постоянным контролем с обязательным соблюдением всех норм и правил пожарной безопасности. Не обошлись длинные выходные и без трагических случаев. Только за прошедшие сутки в Гомельской области произошло два смертельных пожара. 28 апреля около 6 утра спасателям Лельчицкого района поступило сообщение о возгорании в агрогородке Милошевичи. По прибытии к месту вызова подразделения МЧС происходило горение внутри дома. Имелось сильное задымление. Неработающий 48-летний хозяин проживал один со слов соседей. Он злоупотреблял спиртными напитками и курил. В агрогородке Милошевичи Лельчицкого района работниками МЧС в ходе проведения разборки обрушившихся строительных конструкций было обнаружено сильно обгоревшее тело хозяина дома 1972 года рождения. В обед спасателей Речицкого района ликвидировали пожар в деревне Козье. При проведении разведки на полу в комнате было обнаружено обгоревшее тело хозяйки 1932 года рождения. Огнем повреждены имущество и пол. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия, неосторожное обращение с огнем при сжигании свечи. Обстоятельства выясняют сотрудники Следственного комитета. Дорожная обстановка, прошедшая выходные дни, была не менее напряженной. Сотрудниками Госавтоинспекции Гомельской области выявлено 49 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии, и 120 водителей, которые сели за руль, не имея на то права. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, и 8 были травмированы. Причем трое из них – несовершеннолетние пассажиры. Вечером 27 апреля в Лельческом районе 41-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ на 63-м километре автодороги Туров-Лельчицы-Словечно из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия водитель и его несовершеннолетний пассажир получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в районную больницу. А рано утром 28 апреля ДТП, в котором были травмированы две девушки 16 и 17 лет, произошло в деревне Великая Крушиновка Рогачевского района. Там 19-летний водитель, управляя автомобилем Митсуби Тихкоризма, на закруглении дороги также не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на дерево. С травмами несовершеннолетние госпитализированы в хирургическое отделение. В Лельческом районе водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, а в Рогачевском водитель предварительно находился в нетрезвом состоянии. ГАИ напоминает, что управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или передача управления транспортного средства такому лицу, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, влечет административную ответственность в виде штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на три года. Водитель, управлявший авто из каршеринга и нарушивший правила дорожного движения, установлен и привлечен к ответственности, сообщили в ГАИ. Напомним, соответствующее видео в соцсетях появилось 21 апреля. На одной из улиц Гомеля автомобиль двигался по встречной полосе с целью обгона. Сотрудники ГАИ отреагировали на такой факт и приняли меры по установлению водителя. Им оказался гомельчанин 1997 года рождения. Молодой человек не смог пояснить, почему нарушил правила, однако свою вину признал. В отношении него составлен административный протокол. Несчастный случай произошел в минувшую субботу в железнодорожном районе Гомеля. У подъезда дома номер 11 по проспекту Победы с черепно-мозговой травмой обнаружен молодой человек, не подававший признаков жизни. Предварительно установлено, что около трех часов ночи 23-летний гомельчанин в состоянии алкогольного опьянения пытался спуститься из окна своей съемной квартиры на втором этаже по водосточной трубе. Металлическая конструкция не выдержала непредусмотренной нагрузки и вместе с парнем рухнула вниз. Молодой человек получил травму головы и умер на месте происшествия. Следственный комитет проводит проверку. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы погибшего. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На Борисов арене за победу борются Бате и Славия Мозырь. Напомню, в первом матче Мозыряне победили со счетом 1-0. В шестом туре чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги Мозырская Славия на своей площадке принимала Минск. Поединок закончился поражением хозяев стадиона 1-3. Единственный мяч у красно-черных забил Владислав Жук на 79-й минуте. У представителей столицы голами отметились Роман Грибовский, Ярослав Яродский и Артем Васильев. После этой встречи Славия опустилась на 13-ю строчку в турнирной таблице, а Минск закрепился на 8-й. Лидируют после шести туров Слуцк, Ислыч и Жодинская торпеда. Чемпионат Беларуси по гандболу среди мужских команд завершен досрочно. В последнем матче первенства Гомель встречался на выезде с БГУ ФКСК. Поединок закончился поражением гостей 38-30. Решение подвести итоги турнира было принято в связи с эпидемиологической ситуацией. Исходя из текущего положения команд в турнирной таблице, чемпионом стал БГК имени Мешкова. Гомель оказался аутсайдером первенства. Гандболисты нашего региона заработали 10 очков и замкнули таблицу чемпионата. Ряд решений принят и по гандбольному чемпионату страны среди женщин. Пройдут только те матчи, в которых может определиться победитель чемпионата. 13 и 17 мая на паркете должны встретиться Гомель и БНТУ БелАЗ. Если в первом поединке выиграют представительницы нашей области, то они получат титул чемпиона. А вторую игру отменят. После первого этапа у гомельчанок 45 очков и первая строчка рейтинга. На два балла отстают минчанки. Также решено перенести финалы четырех розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских и женских команд на начало сезона 2020-2021. Центральный матч второго тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги прошел в областном центре. Футбольный клуб Гомель встречался с локомотивом. Открыли счет железнодорожники. Андрей Соловей на девятой минуте реализовал пенальти. На 21-й минуте зелено-белые сравняли счет. Оторвались подопечные Андрея Горовцова на 36-й минуте. Сначала Андрей Кухаренок забил мяч, а затем гол оформил Павел Клинье. На 65-й минуте подопечные Ивана Биончика сократили разрыв. Итог 3-2 в пользу локомотива. Оба мяча в составе Гомеля на свой счет записал Артем Васьков. Он же замыкает тройку лучших бомбардиров чемпионата. За ним следует железнодорожник Денис Козловский. Светлогорский химик в этом туре потерпел поражение на своей площадке от столичных Крумкачей 0-4. Речицкий спутник встречался в гостях с футбольным клубом Ашмяны. Закончилась встреча минимальной победой гостей 0-1. Автором единственного гола в матче стал Валерий Потороче. Третий тур чемпионата пройдет 2-го и 3-го мая. Это все новости спорта на сегодня. С ними вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин